Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о Евангелии от Иоанна, мы обратимся сейчас к 10 главе. Как это часто бывает, разделение между 9 и 10 главами несколько формальное, не основанное на естественном членении текста, поэтому для нас важно увидеть, что в сущности в 10 главе разговор является продолжением того, что было начато в 9 главе, где евангелист рассказал нам историю об исцелении слепорожденного, который поклоняется Господу Иисусу как Спасителю. И в самых последних строках предыдущей главы Христос говорит фарисеям о том, что если бы вы были слепы, не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. И дальше именно в продолжение этого, и, вероятно, обращаясь к этим фарисеям не меньше, чем к своим ученикам, Иисус говорит, по правде истинно и истинно говорю вам, что тот, кто не дверью входит во двор овчий, но где-то там залезает вор разбойника, входящий дверью есть пастырь овцам. Дело в том, что религиозная верхушка народа Божьего, фарисеи в том числе, очень с большой гордостью воображали себя пастырями народов, именно пастухами невежественных толп простолюдинов, и думали, что вот они постигли какие-то тонкости и глубины закона и того, как нужно служить Богу, и вот они в известном им направлении будут гнать этих самых простолюдинов, и считали себя пастырями овец Божьих, ну, вообще говоря, ведь и законы, и ветхозаветные другие тексты, и впрямь нередко, в первую очередь, к священникам, но и не только к ним, адресуются как к таким своеобразным пастырем народа Божьего, но правда надо сказать, что через пророков, как, к примеру, через Иезекииля, да, Господь говорит, вот я на пастыре и пасущих самих себя, и Иисус говорит здесь о том же самом, хотя несколько с другой стороны. Он говорит об этих самых фарисеях и прочих религиозных профессионалах не столько как о пастырях, пасущих самих себя, что, конечно, так, сколько о людях, которые не Бога слушают, не через Бога входят во двор овчий, а сами себе придумали нечто, вот как правильно пасти овец и служить Богу, что, собственно, и означают слова «кто не дверью входит во двор овчий, но где-то там перелазит в углу». А входящей дверью есть пастырь овцам. Собственно, потом Иисус и говорит о том, что это я, это я пастырь овцам. Вот и здесь, в 10 главе, собственно, именно в этой парадигме пастыря доброго и овец божьих и того, что вообще это означает быть пастырем овец божьих для Иисуса. Да, вот весь разговор проходит в этой, повторяю, в этой парадигме. Надо сказать, что когда Господь говорит, что вот пастырь входит к овцам, и они знают его голоса, идут за ним, а за чужим не идут, это остается непонятным. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. То есть этого оказалось недостаточно, поэтому дальше евангелист, собственно, рассказывает нам о том, как Иисус разъясняет свои слова, свою притчу слушающим его людям. Не только фарисеям, но, ясное дело, и ученикам своим тоже. И вот Господь говорит, я дверь овцам, значит, в той парадигме, в той притче, с которой начинается разговор, что подлинный пастырь входит дверью, дверью, да, для того, чтобы вывести овец на пастбище, вывести народ Божий к жизни. Вот Иисус говорит, это я дверь овцам. Это один из вариантов толкования притчи. Дальше там Господь будет и с другой стороны рассматривать эту картину. Но вот здесь вначале он говорит, это я дверь, кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пожить обрящет. То есть, собственно говоря, так же, как в нескольких предыдущих разговорах, Иисус говорит о том, что жизнь и отношения с Богом, подлинная жизнь, подлинные отношения с Богом развиваются, образуются, возникают у людей через Него. И если фарисеи пытаются стать пастырями народа Божьего не через свои отношения с Иисусом, не через Иисуса, и, соответственно, не через Его предстояние Отцу Небесному, то это воровство. Я дверь, и тот, кто… Что значит через меня, кто войдет мною, тот спасется? Скорее всего, Иисус именно предполагает, что тот, кто призван быть пастырем народа Божьего, сначала входит в отношения с Иисусом, становится Его учеником. Таким образом, вместе с Иисусом, вслед за Ним, в подражание Ему усыновляются Отцу Небесному, и тогда входит во двор овчий. И никак по-другому. И никак по-другому. Ни личные заслуги, какие-нибудь таланты или свойства характера, ни острое желание всех учить и выпасать, ни что-нибудь еще связанное с внешними какими-то проявлениями этого пастырства – все это не имеет значения. Истинный пастырь – тот, кто сначала выстраивает свои взаимоотношения с Отцом Небесным через Иисуса, ну, а уже потом входит через эту дверь к народу Божьему. Ну, согласитесь, что сегодня это жизненно необходимо помнить точно так же, как это было актуально две тысячи лет назад. Но дальше Иисус продолжает об этом говорить уже несколько по-другому. Теперь он о себе говорит – это я, пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Кстати, замечу, что, пожалуй, самая древняя иконография Господа нашего Иисуса Христа – именно пастырь добрый еще, видимо, на рубеже первого-второго веков, может быть, даже в конце первого в римских катакомбах возникает вот это изображение доброго пастыря, человека, у которого на плечах ягненок. Мы знаем это изображение, и оно действительно чрезвычайно важное для нас, для всех. Единственное, на что мне хотелось бы обратить внимание, вот что все-таки в нашем фольклоре христианском мы понимаем слово «добрый пастырь», причем во всех переводах, и в греческом оригинале, и в переводах на любые языки, как производное от слова «доброта». Ну и, в общем, это, конечно, достаточно правильно, и да, общепринятое фольклорное понимание, что вот там пастырь добрый – это тот, кто, значит, ягняток белых и пушистых гладит, причесывает и дает им, не знаю, что там, конфетки, или чем еще угощают ягняток. Да, на самом деле овцы – это довольно тупые, злобные, грязные существа, поэтому так хорошо бы менее фольклорно глядеть на эту картину. Важно другое. Речь здесь идет не о просто доброте, о том, так сказать, умилительном чувстве, которое мы испытываем по отношению к котикам, а может быть, правильно было бы переводить это пастырь добрый, как пастырь, во-первых, настоящий, во-вторых, подлинный, неподдельный и благой в смысле милости, в смысле желания спасти. Дело не в том, что пастырь добрый, потому что он добренько сюсюкает, а в том, что он настоящий, настоящий, тот, кто действительно от хозяина овец приходит, чтобы вывезти этих овец на пастбище. Ну и, само собой разумеется, в этом смысле наш перевод современный вполне адекватен, просто надо помнить о том, что подлинное значение слова отличается от фольклорного. Итак, Христос говорит «Я пастырь добрый, знаю моих, и мои знают меня, как отец знает меня, так и я знаю отца». И вот в этих словах Христа и в следующих стихах тоже, конечно, есть некоторый риск запутаться, но в целом представляется, что, если хотите, такая изображается графическая картина. Отец Небесный, Иисус, который есть подлинный пастырь, и овцы, которые идут за Иисусом, потому что знают отца, потому что они в нем, в Иисусе, слышат голос отца, слышат то, что Бог открывает им в самой глубине сердца. Вот доверие овец Иисусу, потому что в нем они слышат отца. Вот это фундаментальная и очень важная мысль Господа в этой части 10 главы. Кроме того, еще Господь говорит о том, что Он жизнь свою полагает за овец, и это еще одна для нас возможность посмотреть на крест, на то, что происходит на Голгофе, как Иисус действительно полагает жизнь свою для того, чтобы его овцы могли найти Отца Небесного и найти жизнь. Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее, но я сам отдаю ее. Стало быть, Евангелистан свидетельствует о том, что еще за некоторое время до Голгофы Господь думает и говорит вот в этих категориях добровольно, я сам отдаю мою жизнь, имею власть отдать и власть имею опять принять ее. У Иоанна не будет рассказа о гефсиманском борении в том виде, в каком мы обнаруживаем его, скажем, у Матфея или других синоптиков. Но в сущности мысли, идеи, иллюстрации, или, если хотите, проявлениям которых для нас становится рассказ о гефсиманском борении, вот здесь у Евангелиста Иоанна, несомненно, есть. И вот, когда Иисус говорит о том, что это Он, тот, кто настоящий, подлинный, правильный пастырь народа Божьего, а, конечно же, вот этот символ Израиля, как овец паствы Господней, древней, распространенной и всем прекрасно известной, вот когда Он говорит о том, что это Я, это Я, и Я иду для того, чтобы пожертвовать, отдать свою жизнь добровольно за этих овец. Это вызывает опять распри между иудеями. И многие говорят, что это все какое-то безумие, и нечего его слушать. В конце концов, зимой, это, видимо, уже был, соответственно, конец 29-го, начало 30-го года, зимой в храме иудеи, как Иоанн говорит, обступили его, то есть действительно со всех сторон, и прямо спрашивают, что ты у нас держишь в неведении, если ты Христос, ну, скажи нам прямо, на что Господь говорит довольно важную, тоже и трудную для понимания вещь. Потому что суть его слов вот какая. Ну, вот вы видите меня, да, вы видите дела, которые я творил, и не верите, я вам говорил уже, уже много было сказано об отце, и вы не верите, потому что вы не из овец моих. Таким образом, евангелист Иоанн как бы подверстывает этот разговор к первой части главы, вы не верите, потому что овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Вот на таком внутреннем сердечном узнавании овцы мои знают голос мой и идут за мною. Вот на этом основывается отношение людей с Иисусом, на узнавании правды в том, что Иисус говорит об Отце Небесном, о нас и о мире, в котором Бог поселил нас, а вовсе не какие-то там знаки или триумфальные заявления. Ну и, кроме того, еще тоже очень важно, что в контексте этого разговора о пастыре добром Господь говорит, упоминает несколько выше, о овцах Его, которые не сего двора. Есть у меня иные овцы, которые не сего двора. Ну, для иудеев совершенно возмутительное заявление. Они уверены, что народ паства Его, овцы паства Господней – это только и исключительно народ Божий, хранящий там, соответственно, завет, правила, вера, закон, прочее, прочее. А все остальные обречены на погибель и не могут быть, так сказать, интересом пастыря. Христос говорит о том, что нет, не так. Те, кто узнают во мне, в моем голосе, в том, что я говорю правду Божью, вот они овцы паства моей, даже если они не сего двора, то есть не израильтяне. Ну, и кроме того, Господь говорит тоже удивительную, вселяющую надежду вещь об его овцах. «Я даю им жизнь вечную, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Вот Господь говорит о том, что такая сердечная, подлинная связь с ним, как с нашим пастырем, это надежно, это то, на что можно опереться. И действительно очень важно, понимаете, «никто не похитит их из руки моей», и буквально в следующем стихе «никто не может похитить их из руки отца моего». Таким образом, Господь говорит о том, что вот эта встреча с Богом в нем, как в нашем пастыре, вещь надежная, надежная. И мы таким образом действительно паства Отца Небесного. Ну и кроме этого, Господь говорит абсолютно невероятную, просто невозможную вещь. Тридцатый стих «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». Ну, тут, конечно, никакой иудей не выдержит. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его, потому что он заявляет о своем единстве с Отцом Небесным. И, наверное, можно пытаться представить себе, что это означает, как это выглядит, но я думаю, что всякие визуализации будут не вполне подходящими. Важно, что Господь говорит о каком-то вот таком, может быть, непостижимом для нас сущностном единстве. Ну, надо признать, что мы все время пытаемся понять, что это значит «Он и Отец одно» в общем с переменным успехом. Я бы сказал, что здесь чрезвычайно для нас важна догматика Вселенских соборов, в первую очередь Халкидонская, чтобы мы вовремя остановились в попытках рационализировать эти слова Христа. Богословская традиция Церкви дает нам, таким образом, возможность увидеть здесь некоторый парадокс и не слишком увлекаться рационализациями. А то, что нужно действительно нам знать для, если хотите, спасения, для того, чтобы быть овцами паства Его, это то, что Иисус и Отец одно. Когда Иисус это говорит, Он говорит правду. Ну и, конечно же, это соотносится с тем, как несколькими страницами раньше Он говорит о себе «Я от начала сущий, прежде чем был Авраам, я есмь, я и Отец одно». Вот, по-видимому, Евангелист Иоанн рассказывает нам это во многих разных местах, потому что, с его точки зрения, это такая сквозная, одна из сквозных тем в свидетельстве Господа Иисуса, свидетельство о том, что некоторым образом, как выражается апостол Павел, в Нем обитает вся полнота Божества телесно. А вот это вот «Я и Отец одно». В самом начале Евангелист Иоанн говорит, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын Божий, Иисущий в недре Отчим, вот Он явил. Соответственно, и здесь тоже разговор о том же самом. Иисус – это наша возможность увидеть непостижимого и невидимого Бога. Надо сказать, что иудеи, конечно, пытаются выкрутиться, когда Иисус спрашивает их, а за что, собственно, вы собираетесь меня бить камнями, за которые из моих дел добрых. Они говорят ему не за доброе дело, а за то, что это будет богохульство, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Ну, так вот в том-то же и штука, что если любой из нас, людей, скажет нечто подобное, иудеи окажутся совершенно правы, и это будет богохульством. Если любой из нас скажет, скажет «я и отец одно», это мало того, что богохульство, это еще и вранье, вот, да, и будучи человеком, будешь делать себя Богом, безумие. А в том-то все и дело, что Иисус – это особый случай, если хотите, да. И когда Он это говорит, это правда. И как сам Он пытается объяснить иудеям, это видно из того, что Он делает, как Он поступает, что Он говорит, как Он относится к нам, ко всем людям. Поэтому так важно для нас действительно знать Его, чтобы внутренне убедительным стало для нас это Его откровение. Господь говорит о том, что нет, это не невозможно, какое-то такое, какие-то особенные отношения людей с Богом. Он здесь ссылается на Псалом. Кстати, замечу, что логика богословских рассуждений в данном случае очень и очень иудейская. Фарисеи тоже в такой логике часто мыслят. И это, знаете, такой буквально «Солнечный зайчик», случайный почти отблеск, который свидетельствует нам о том, что этот текст происходит именно из той эпохи и той среды, о которой пишет евангелист Иоанн, а вовсе не какие-то поздние там эллинизированные сказания, как часто это пытаются представить в отношении евангелист Иоанна. И, наконец, Господь говорит о том, что если я не делаю то, что делает отец, если я не творю дело отца моего, не верьте мне. но если хотя бы все-таки вот вы можете смотреть непредвзято, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что отец во мне и я в нем. Таким образом, он предлагает нам именно смотреть на него, смотреть, слушать. Вот это удивительная совершенно вещь, понимаете, гигантская разница между тем, что дает нам Иисус и всей человеческой религиозностью, то, что отношения с Богом строятся через его личность, его жизнь и его поступки. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова